Хук наук. Интеллект против силы. Кто победил в конкурсе медсестер? Что нужно знать при поступлении в КФУ? Всем привет! В эфире универ-новости, а в студии Карина Саяхова. В Иране объявили пятидневную трауру по погибшему президенту. Что произошло и как обстоит ситуация в стране сегодня, узнавала наш корреспондент. Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая вечером. Уже сегодня, 20 мая, спасатели добрались до упавшего вертолета. Как сообщает Международное гуманитарное движение «Красного полумесяца» на месте выживших не нашли. Вместе с президентом в вертолете находились и другие политические деятели. Среди них министр иностранных дел Хосейн Амир Абдулыхиян, губернатор восточного Азербайджана Малек Рахмати и имам пятничной молитвы города Тебрис Мохаммад Али Али Хашем. В Иране случилась большая трагедия. Погиб президент Ирана, погибли члены правительства, в том числе министр иностранных дел. И в настоящее время, конечно, ситуация в Иране будет достаточно сложная, внутриполитическая. Мы примеры таких событий знаем. Например, в 2010 году в ходе авиационной катастрофы погиб президент Польши, погибло значительное количество членов правительства Польши. Естественно, когда происходят такие одномоментные трагедии, обстановка внутренняя накаляется, обстановка сложная, потому что действительно возникает такой определенный процесс определения того, кто займет их место. Президент Ирана – второе лицо в государстве. Он подчиняется верховному духовному лидеру, отвечает за выполнение Конституции и руководит исполнительной властью во всех сферах, кроме тех, которые отнесены к непосредственному ведению духовного лидера страны Сейеда Али Хамнеи. После гибели президента полномочия главы исполнительной власти переходит к первому вице-президенту в соответствии с Конституцией. Специальный совет, куда входят спикер Межлиса, глава судебной власти и первый вице-президент, должны организовать президентские выборы в сроки, установленные законом. Заявлено о том, что вице-президент Ирана приступил к исполнению полномочий президента. И в этом смысле иранское законодательство четко определяет порядок преемственности. В настоящее время будет период исполнения обязанностей вице-президентом. В течение 50 дней должны быть проведены выборы, в ходе которых будет избран новый президент Ирана. По словам экспертов, в настоящее время мы видим достаточно сложную, запутанную картину на Ближнем Востоке. Также напряженные ситуации во взаимоотношениях Ирана и США, которые 18 мая вышли на так называемые непрямые переговоры в Омане, пытаясь сгладить ближневосточный конфликт. С другой стороны, политическая ситуация внутри Ирана стабильна. Большинство граждан доверяют действующему режиму. Мы пришли здесь, потому что все, что произошло вчера, это было очень неожиданно и очень печально. И я хотел выражать соболезнования всему иранскому народу, что произошло. И надеюсь, что у него душа будет спокойна. И надеюсь, что наша страна продолжает свою цель. Очень воспалимая и огромная утрата для иранского общества, утрата нашего президента, Исламской республики Ирана. И светлая память от Ибрахима Раиси всегда на нашей памяти будет остаться. Весь мир выражает свои соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и других официальных лиц. В Казани иранские студенты, руководство вуза, педагогический состав и представители консульства возложили цветы в память о погибшем президенте. Это тяжелое для Ирана время Казанский федеральный университет также выражает искреннее сочувствие. Елизавета Газизянова, Элина Александрова, Универ Новости. Стартовали съемки научно-популярного шоу «Хук наук», в рамках которого ученые Казанского федерального университета интеллектуально сразятся на ринге. Подробнее о новом проекте узнаете далее. Каждый, кто слышит слово «ринг», представляет себе бой профессиональных боксеров. Но никто никогда не видел ученых, дискутирующих с перчатками и готовых нокаутировать соперника своими тезисами. Департамент по информационной политике Казанского федерального университета представляет новое научно-популярное шоу «Хук наук». 20 мая состоялись съемки пилотного выпуска программы, которая направлена на популяризацию науки. Казалось, что это очень интересная история, именно сбить, срастить на одной площадке две разные мысли. Именно научные мысли, чтобы в таком честном научном бою понять, а что волнует, а где проблемы, а куда двигаться. Программа представляет собой диспут ученых на заданную тему. Главная задача конкурсантов – своими аргументами заставить зрителя поверить в правдивость его теории. Каждый интеллектуальный бой представляет собой три раунда по пять минут, в течение которых оппоненты должны высказать свою точку зрения. Первой темой научного боя стал киберспорт. Все же спорт? Позиция больше склоняется к тому, что киберспорт хоть и является связательной деятельностью, но не является спортом в полном смысле этого слова, как это принято считать классически именно в России. Потому что спорт позиционируется и является частью физической культуры в обществе, где спорт является просто небольшой такой вот частью физической культуры, ее компонентом, входит в состав такого социального явления. Это довольно оригинально, впервые в жизни у меня такой опыт. Обычно это все-таки происходит в более интеллигентной что ли среде, то есть это там пиджаки, гамстуки и прочее. Такой вариант, по-моему, даже интересен. Отметим, что такой формат научно-популярного шоу является новаторством Департамента по информационной политике Казанского Федерального Университета. Сам проект призван развеять миф о том, что наука – это скучно. Участниками программы «Хук. Наук» могут стать ученые, кандидаты наук и доценты кафедры Казанского Федерального Университета. Полный выпуск интеллектуальных боев ждите на нашем телеканале. Аделина Амдрахманова, Александр Антонов. Универ Новости. В честь Дня медицинской сестры, который праздновался 12 мая, на базе КФО прошел ежегодный конкурс для представителей этой профессии. Какие задания предстояло выполнить участницам конкурса и в чем смогла проявить свою индивидуальность каждая из девушек, узнаете в нашем следующем сюжете. Конкурс медсестер в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального Университета проводится ежегодно. Это уже стало традицией. На базе симуляционного центра состязания этого года можно считать уже четвертыми по счету. Центр является идеальным местом проведения, так как там есть все необходимое оборудование для обучения и демонстрации навыков. В борьбу за первенство вступили семь сотрудниц из отделений университетской клиники КФУ. Все они усердно готовились к конкурсу, улучшая как профессиональные качества, так и личностные. Очередной конкурс медсестер. Конкурс медсестер нашей медико-санитарной части. Он проходит ежегодно на этой территории уже в четвертый раз, потому что здесь созданы идеальные условия для конкурирующих. Это специально созданный центр для медообразования, поэтому медсестры здесь могут показать все свои знания и умения. Сам конкурс посвящен Международному дню медсестры. Мы с удовольствием активно участвуем в нем как в качестве, так сказать, жюри, так и тех, кто принимает их на своей территории. Конкурс проводился в два этапа. Изначально девушкам предстояло продемонстрировать навыки по двум направлениям. Техника постановки внутривенного катетера и основы техники выполнения реанимационных мероприятий. Первое испытание требовало максимальной точности, уверенности, умения в работе с инструментами и внимания к пациенту. Для второго задания главным стала правильность выполнения действий, так как она является решающим в спасении жизни пациентов, находящихся в критических ситуациях. В обоих испытаниях важно тщательное изучение каждого шага и постоянное совершенствование навыков. Очень волнительный день. Как и девушки волнуются, так и мы все. И ответственный день. Сегодня будет проводиться конкурс два этапа. Первый, значит, техника постановки внутривенного катетера. Это по стандарту девочки должны показать на муляжах конкретно, каждая отдельно. И второй – основа техники выполнения реанимационных мероприятий. На следующий день состоялся второй этап конкурса, на котором участницы демонстрировали свои творческие способности. Первым заданием была визитная карточка. Выступление каждой из конкурсантов отличалось уникальностью. В своих презентациях участники рассказали чуть больше о себе, о своих успехах, мотивах и желаниях. Многие раскрыли свои творческие стороны. Далее провели БЛИЦ-опрос, где проверяли общие теоретические знания в области медицины, а также смекалку и скорость. Завершающим испытанием стала демонстрация на тему «Образ современной медицинской сестры». Гармоничность развития, интеллектуальность и опрятный внешний вид являлись главными критериями конкурса. В качестве приза все-таки в больнице здравоохранения в первую очередь – это профессиональное признание в своей среде. Я участвую в первый раз в конкурсе, потому что я выпускница только 2023 года. Впервые я на таких событиях. И надеюсь, у меня все получится. Мне очень нравится. Конечно же, есть волнение. Но свои коллеги придают мне уверенность в конкурсе. По итогам соревнований третье место разделили акушерка женской консультации Диана Адамян и медицинская сестра первого отделения анестезиологии и реанимации Ильзира Сабирова. Второе место заняла медицинская сестра гастроэнтерологического отделения Лейсан Камалова. Призером конкурса стала медицинская сестра второго хирургического отделения Гузель Салахиева. Участницы конкурса подтвердили, что медицинская сестра – это не просто работа, это призвание. Они усердно трудятся днями и ночами, чтобы помочь тем, кто переживает тяжелый период в жизни и нуждается в их заботе. Ухаживают и знакомят с миром те, кто только появился на свет. Благодаря своей чуткости, вниманию и заботе нередко помогают больным не только физически, но и морально. Они – ангелы в белых халатах, без которых невозможно представить ни одно медицинское учреждение. Кристина Нырова, Кристина Отекина, Александр Антонов, Универ Новости. В Казанском федеральном университете продолжается приемная кампания 2024 года для абитуриентов из разных стран мира. Процесс подачи документов с каждым годом становится доступнее. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. В Казанском федеральном университете продолжается приемная кампания 2024 года для абитуриентов из регионов России и стран мира. Прием документов иностранных граждан, а также на программу магистратуры, стартовал 1 апреля. Основная волна приема документов начинается 20 июня и продлится до 25 июля для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ без вступительных испытаний. Для абитуриентов, поступающих по результатам вступительных испытаний, прием документов заканчивается 15 июля включительно. Первый приказ о зачислении стоит ждать уже в конце июля. В первую очередь зачисляются льготники, а основной приказ выйдет 4 августа. Отличие заключается в том, что ребята, поступающие в рамках целевого конкурса, в рамках целевой квоты, теперь механизмы по этому поступлению несколько сменились. Для того, чтобы быть зачисленными по целевой квоте и по целевому конкурсу, требуется воспользоваться сервисом портала «Работа в России» и посмотреть заявки от работодателей, которые размещены в целом, для того, чтобы выбрать именно работодателя. А целевое обучение – это именно про работу, а не про поступление. Бывает так, что в рамках конкурса на одно место претендуют два абитуриента с одинаковым количеством баллов. В таком случае приемная комиссия поэтапно разбирает каждый подобный случай. В первую очередь предпочтение отдают студентам, чей общий результат выше без дополнительных баллов, то есть условных очков за индивидуальные достижения. В случае одинакового результата рассматривается балл за профильный предмет по данному направлению, и на следующем этапе повлиять могут показатели аттестата. Также в Казанском федеральном университете вот уже второй год для поступающих иностранных граждан одним из вступительных испытаний является русский как иностранный. После зачисления для них проводится небольшой тест, по которому определяется уровень владения языком и назначается необходимое количество часов русского. Подача заявлений от абитуриентов, она ежегодно растет. Это связано с тем, что доступность подачи заявлений, она значительно выросла относительно прошлых лет. Этому способствует, как и портал «Поступи в ВУЗ онлайн», суперсервис поступления через портал госуслуг, этому способствует и модернизация наших механизмов внутренних университетских по улучшению кабинета личного по поступлению. Ну и в целом открытость образования, она шагает вперед, вся информация витает в воздухе, достаточно протянуть руку и любой ВУЗ протянет руку навстречу и проведет через замечательный мер приема и высшего образования. В помощь абитуриентам действует сайт приемной комиссии Казанского университета, где можно найти ответы на многие важные вопросы. Проходные баллы прошлых лет, количество мест по любому направлению, список необходимых документов. За дополнительной информацией вы можете обратиться по телефону 234-92-75. Главное, помнить, что не бывает глупых вопросов, ведь поступление в ВУЗ – опыт, который редко можно повторить. Татьяна Еремина, Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова